так пока у нас имеется вот такой фарш это доставали отец покупал несколько месяцев назад хранилась на улице так как у нас морозы стоят ничего ему не было лутинный фарш я его обжару ну сперва короче мы будем делать беляши немного масла покрошу я лука сейчас лучок обжару потом добавлю вот этот магазинный фарш его тоже надо будет провести обработку обжарить его все равно на всякий случай потому что же с магазина беруша там неизвестно все-таки двойная у нас будет тепловая обработка также специи специи уже потом добавлю фарш соответственно приготовлю начинку для беляшей тесто будет готовое то есть отец покупал готовое тесто дрожжевое посмотрим как оно будет себя вести с тестом не работать умею посмотрим что за тесто оно у меня как раз оттаивает так но соответственно легкая тепловая обработка руки достаточно крупно перейдем к фаршу сперва мы его сейчас понюхаем нормально пополз 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 фарш все сейчас я вот сюда и сюда еще немного подмерз не буду его разрезать и вот так вот через одно отверстие вот до конца вот получается мелкий мелкий на рубленый пусть он немного еще подрастает перемешивать конечно же свой домашний фарш уже намного лучше намного короче намного цивилий намного вкуснее но делаем мы всегда из имеющихся пока на данный момент продуктов сейчас вот это надо хорошо вот это все обжарить сейчас он будет еще оттаивать здесь так предварительно так как фарш у нас не соленый лук я не солил взял приправу для курицы она кстати содержит соль еще в процессе я еще поставлю обычной солью но немножко самое главное нашем деле что не пересолить обжариваем доводим до нормальной массы потом постоит у нас немножко такого и остынет так выключаем здесь у нас много влаги фарша я буду осторожно собирать в чашечку лишняя жижка нам не нужно пусть постекает соберу здесь еще видите масло сам фарш влажный соберу помаленьку да еще и лук дал свой сок так осторожненько не спеша наливаем и точнее не наливаем а накладываем уже есть небольшое недомогание вчера долго на улице находился фактически до самой ночи погода меняется изменчивая зима погода зима у нас изменчивая здесь еще видите от утки жир да и прочая бяка чтобы она тупилась так смотрите столько у нас получилось жидкости жидкости достаточно много вытопилась она нам не нужно пускай фарш остывает займемся тестом так взял я скалку тесту раз муки маленькой сюда пока оставлю посмотрю че за тесто то у нас здесь сразу с пакетов вытащить и выбросить поэтому я муки насыпал посмотрим из себя представляет да посыпаем сверху немножко и поедем точнее поедем ладно раскатываем Кстати, да, оно образжевое, оно уже начинает пузыриться. Оно только на пирожки, и такое тесто по структуре на пирожки, да, на чебуре, ой, не на чебуре, да, на беляши пойдет. Сейчас раскатаем. По-быстренькому. По-быстренькому. Оно у нас еще в процессе жарки поднимется. Слишком тонко я раскатывать не планирую. Но у нас еще подоттаяло немного. Я имею ввиду не подоттаяло. Я сегодня туплю, 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 потому что не совсем здоров. Есть такое, здоровым быть постоянно не получится. Идеальный кружок. Ставим начинку. Красота, да и только. Красота, да и только получается. Так, сейчас я возьму, чем я буду протыкать вот это все делать. Красота, да и иди. Красота. Красота. Красота И вот уже сейчас. Красота. Похけ. Так, старенькая я предварительно отк dolor-то. Арканиправленные виды. небольшой огонь мукой почему многие хозяйки спросят почему я много муки подсыпал чтобы она у нас потом процессе не прилипла к столу потому что мы пока будем возиться возиться чтобы неудобный сам по себе фарш такой маленькие чебуречки тублин чебуречка вообще заговорился на валячка 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 так делаем наподобие самцы самцы такой получится беляшик сразу низом я буду уложить на сковородку так массу ой сюда мука и дальше поехали не спеша не спеша не спеша не спеша на делаю маленьких получится отлично да провозился вчера попростывал позавчера попростывал весь такое недомогание серьезно я не люблю в роликах притворяться я если болею значит болею не всегда прыгать веселиться что-то радоваться мы же люди мы же просто люди как говорится нам свойственно болеть свойственно болеть сюда же свойственно 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 болеть куда от этого не деться что вот сюда и чудови 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 главное сильно не спешить, масло у нас все равно разогревается, жижку я хотел вылить там собаки нашей, отец говорит да она в принципе жирная, можно еще приготовить, картофель наверно будет готовить, картошку, как раз на сковородку три штуки и поместятся, это пусть пока лежит, так как есть, что там у нас, посмотрим, бумажные салфетки я не буду использовать, резко, 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 не хочу, обычно хозяйки используют бумажное полотенце, ну вот, когда выкладываю, потом уже готовое, чтобы лишнее масло, пускай вроде прокалилось, так, потом я температуру убавлю, чтобы они у нас не горели, а жарились, не горели, а жарились, вот такие колобольки получаются, и идем дальше, идем дальше пока, делать копаться, помаленьку, помаленьку, не спеша, вообще я вот не люблю, я вот когда работаю, многие муки как накидают, я не люблю, чтобы много муки переводить, как объяснить, чтобы меньше везде муки было, всю муку, я вот как-то привык, сколько вот снимаю, вся мука, чтобы в дело уходила, чтобы не было вот этого срача, везде вот как навалят муки, везде аж, я стараюсь как-то это, то что я высыпаю, я все срабатываю, как-то этого почему-то не люблю, вся что мука здесь есть, она вся сработается, вся сработается, вся сработается, вся сработается, вся сработается, о, нормально получится, нормально, да, получится, посмотрим сколько, беляшиков получится, нормально получится, растянем, растянем, красотулька, красота, красота у нас, так, ну что тогда, процесс понятен, а мы сейчас пойдем, наверное, посмотрю, переворачивать, посмотрим, что у нас здесь, что у нас здесь, получается, получается, получается вот что, да, еще маслица подлить, сюда, еще толком не разогрелось, масло, а нет, масло разогрелось, разогрелось, масло, я не слышу, как оно шумит, это тесто, ай, сок не дает вообще, сок не дает вообще, почему, на двойку поставлю, тесто, конечно же, тесто, конечно же, хорошее, но у него надо много масла, почему не шумит масло, горит, горит, а не шумит, не знаю, не люблю я магазинное тесто, проще самому делать, пока мы делали, так вот у нас получилось, смотрите, вообще шума нет, чего такое, не знаю, магазинное тесто, ладно, процесс, наверное, у нас не быстрый, постепенный, почему не шумит, соку не выделяет вообще ничего, ладно, и так убавлено, магазинное тесто, хорошее, вот, например, какое-нибудь бездрожжевое, такое пластиковое, ну, это прям не знаю, не шумит, не барлит, не фигит, не шумит, не барлит, а я сейчас буду плющить, расплющим, расплющим, совсем расплющим, короче, попробуем вообще расплющить, вот такой вот, плюшка, чё, вообще не шумит, это меня напрягает, ребята, вот это меня и девчата напрягает больше всего, вообще сок не выделяется, бельши обычно шуршат, пищат, теперь давай, бабуль, ой, извините, теперь давайте бока, бока обжаривать буду, вот это меня больше всего и напрягает, то есть, что ни шуму, ничего нет, пилик, 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 effectively так края я обжарю, вытаскиваем наши первые такие вот ууууух, такие вот Беляшки Получается Ладно Шустрее это все делаем Делаем все это как можно шустрее Делаем как можно шустрее Да, Гуська Гусядра Гусядра О, наконец-то О, наконец-то зашумели Прокалилось Дальше идем Делаем Шустрее как можно шустрее Делаем В принципе вот такие У нас они получаются Будем готовить Дальше Опа Тик, тик Гусядра Быстрее нам надо шевелиться Там они у нас Быстро Жарится Пойдем переворачивать Надо шустрее это делать И снимать И шустрее Делать Шустро Нормально Нормально Будет Конечно Нормально Сейчас я переверну Пока с камерой не буду возиться Потому что как можно быстрее надо И на двушку убавить На два Сделаем На два На два На два На два Процесс не быстрый Кропотливый Ну Будет отлично Отлично Тесто уже Поднимается Так На уголки На уголки Так Туда же Бежим Бегем 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 Бежим 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 На счет Готово А дальше Будем раскатывать Дальше Будем Раскатывать Ага Все Дыть Ага Ага Ей 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 СOSHI СОЛИТЬ 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 Сюда, 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 вынимаем. Пирожки, пирожки, пирожки. Пирожки, пирожки. Так, дальше идем. Ладно, процесс ясен, процесс понятен. Попробуем уже готовые, то у нас получится. Так, в общем, у нас вот такие беляши и один побольше получились. Нормальные, симпатичные, прожаренные. Ладно, попробуем один, по традиции. Скушаем один. Надо попробовать сейчас. Я марафет до прибираю по-быстрому, да. Родители тоже будут кушать снизу, который снизу. Ого, мягкие, мягкие. Само собой все готово. Еще сегодня не завтракал. Кстати, я же говорил, что у мамы замечательная шародка получилась. Да, второй раз писали, когда мы, звука не было. И мне здесь оставили несколько кусочков. Пропеченная идеальная шародка. Мы с мамой ели, мам, ты говоришь, дольше пробуй. У тебя действительно получилось. У нее всегда все вкусно получается, но вот эта шародка, она получилась просто изумительно. Она такая идеальная. Ну, вообще замечательная. И мы второй раз поснимали, я говорю. Идеально получилось. Тут даже вообще говорить. Лучше, чем в магазине. Не всегда все получается идеально, но... Получилось у мамы идеально. Сейчас я доубираю до родителей. Тоже буду. Кушаем. Стол притер. Сейчас там часть посуды помою. Вкус изюмительный. И этот вкус, и этот вкус. Ладно. Старик Пуха под названием Сынуля Красотуля. Пожарил беличи из дрожжевого теста. Тесто хорошее, но... Не знаю. С вами были мы. Всем вкусняшек, вкусняшек. Подписывайтесь на обычный канал. На канал Подвал Валича. Этот ролик я, наверное, завершу. И быстро наложу марафет. Да. Наведу я марафет. Всем пока, пока, пока. Будет у нас красота. Субтитры сделал DimaTorzok